Приветствую вас, мои невероятно сильные зрители, а также отбитые на всю голову скейтеры, ой, в смысле, хейтеры. Меня зовут детектив Моррис и я эксперт по химикам и дрыщам. И сегодня мы расследуем такого человека, такое преступление, которое просто невозможно не заметить. Это анорексичный халк на максималках, который жмет, давит, подтягивает и выдавливает больше своего веса. Имя этого невероятного человека Андрей Кобелев. Сегодня мы разберемся, на химии ли он такой сильный, либо на астероидах. Ой, стероиды. Ой, это же одно и то же, извините. На химии ли он такой сильный, либо в натуражку, как говорят наши великие атлеты. Давайте же пройдемся по нашим пунктам и сравним этого высушенного Кинг-Конга с невероятными химическими атлетами, бодибилдинга, а также мэнс-физик. Это Юлисис Уильямс и Фил Хит. Я вот, честно говоря, даже не знаю, стоило ли сравнивать их или нет. Ну, факт в том, что вот это максимально крутая форма Андрея за все время. Вот так он выглядел на пике формы, но сейчас что-то он опять сдулся и весит где-то 55 килограмм при росте, наверное, 180. Это очень-очень худой человек и это, скорее всего, даже анорексия, потому что я это прикидывал так, сколько надо весить анорексику, чтобы быть анорексиком. Собственно, извините, мы зашли уже далеко. Давайте продолжим. Итак, сравнивая его с Юлисисом и также Филом Хитом, мы можем сказать, что лучше тут ничего не сравнивать. Потому что, естественно, в первом пункте он никак не подпадает под химического атлета и даже на него не похож ни грамма. Даже, ну, как... слов нет. Простите, пожалуйста, мне тут сообщение пришло от красивой девушки. Смотрите, какая она красивая. Вообще великолепная просто. А вы спросите, как я понял, что это она? А очень просто. На Баду очень сложно сделать фейка, потому что тут очень много методов верификации вашего аккаунта. Например, когда я зашел в Баду и только зарегистрировался, меня, прикалитесь, попросили прислать вот такую фотку. Вот такую. Я выслал такую фотку, и мне сказали, вы верифицированы, и можете выставлять еще фотки. И смотрите, вот у нее, видите, вот тут галочка. Это значит, что она верифицировала свой аккаунт. Это настоящая девчушка, моя девчушка. И вот тут вы можете также видеть, что можно верифицировать аккаунт также через фотографии, через контакт. Также можно сделать через Инстаграм, а еще через много-много других приложений, чтобы никто не сомневался, что вы настоящий человек, а не фейк. Ой, простите, пожалуйста, я просто был невероятно рад, что она мне ответила и просто не мог упустить этот шанс рассказать вам о своем счастье. Давайте же перейдем к следующему. Второй пункт – это силовые показатели Андрея Кобелева. Тут сразу же можно понять, что Андрей невероятно силен для таких размеров, как у него есть, для такой формы, которая у него есть. Он просто невероятно мощный человек, которых я в жизни вообще не видел. Он единственный человек, который невероятно мощный во всем мире. Ух, эмоции просто прут через край. И как вы думаете, силовые показатели у него хорошие в чем? У него хорошие показатели во всем. В подтягиваниях, в отжиманиях на брусьях, в динамичных всяких упражнениях. Это передний вис, выходы, все что угодно. Он эти передние висы делает, со всякими гирями привешивает. Это невероятно. Ни один химик так не сможет сделать даже, скорее всего. Но это просто-просто бомба. И поэтому, скорее всего, вот сюда мы должны что-то приписать ему. Потому что у него, во-первых, генетика мощная. Во-вторых, у него, скорее всего, связки от природы нереально сильные. Тут от связок просто идет мощь невероятная. И третье, скорее всего, он что-то бахает. Что-то бахает. Скорее всего, он бахает оксандр... Извините, сейчас прочитаю правильно. Оксандролон или станозолол. Это такие препараты, которые увеличивают силу, но не увеличивают практически массу. Может, совсем чуточку, но увеличивают очень сильно силу. Мы, скорее всего, должны подозревать его вот в употреблении этих препаратиков. Скорее всего. Потому что такой невероятной силы даже нет у кофт у нас, скорее всего. Я думаю, да. Да. Перейдем к третьему пункту. Третий пункт у нас по плану. Выносливость. Какова же его выносливость? Выносливость у него нереально сильная. У него закисление мышц происходит... Уходит, точнее, очень и очень быстро. Как так может быть? Непонятно. Он может делать много подтягиваний, может делать много отжиманий, может делать подтягивания на одной руке, причем много повторений. И он невероятно вынослив. Невероятно вынослив. И, скорее всего, это связано, по большей части, конечно, с природной какой-то такой одаренностью. Скорее всего, у него очень крутые связки. Очень мощные связки, потому что он бомбит на кольцах. Всякие упражнения там, например, вот так повисает на кольцах. Детектив Морис такого бы никогда не смог. Переходим к четвертому пункту. Это генетические особенности, тип телосложения нашего Андрюшки Кобелева. Нашего, как там у меня, массивного качка под прикрытием. Значит, что мы можем сказать? Андрей, мы видим, он с самого, я не знаю, сколько ему тут лет, лет, наверное, 12-13, он эктоморф. Но спустя промежуток какой-то времени он снова эктоморф. Что это значит? Это значит, что он эктоморф, не знаю, насколько чистый, но 100% у него большинство эктоморфности. И это значит, что для эктоморфа он невероятно силен, потому что эктоморфы не могут поднимать огромные там веса, подтягиваться с очень большими весами, также отжиматься на брусьях, жать штангу. Кстати, я не знаю, как он жмет штангу, но думаю, тоже неплохо было бы, раз у него такие силовые на брусьях и на турнике и так далее. Думаю, что этот парень для эктоморфа просто невероятно силен. И, как я говорил уже, возможно, он бахает оксандролон и станозолол. Следующий пункт у нас идет пятый. Масса, рельеф, дутость мышц. Что мы можем сказать? Массы у Андрюшки нашего нет вообще. Можно назвать его дистрофиком. Человек, который имеет очень маленький вес по сравнению со своим ростом. Если у него рост 180, я на самом деле не знаю, а весит он 55, то это очень-очень мало. А рельеф у него, ну, довольно неплохой, потому что у всех дрыщей неплохой рельеф. Меня это тоже касается. Дутость мышц. Ну, о дутости мышц тут говорить не приходится. 100% можно сказать, что он не употребляет никакие стероиды, которые влияют на массу и которые содержат в мышцах постоянный памп. Таких стероидов он не употребляет, никогда не употреблял. Шестой пункт – изменения и скачки в весе. Но в шестом пункте я сразу же могу сказать, что изменений и скачков в весе у него не наблюдается. Ну, хотя наблюдается, но, скорее всего, это из-за болезни, а не из-за употребления каких-то там стероидов, которые увеличивают его в объемах. То есть он был вот таким, я думаю, это лучшая его форма была, а сейчас он выглядит гораздо худее. Сами можете наблюдать это на его канале. Так, какой же вывод можно сделать в конце? В конце я могу сделать вывод такой, что Андрюшка, возможно, употребляет какие-то стероидные препараты, которые увеличивают силовые показатели. Возможно, я не спорю, если он не употребляет, но, возможно, всегда есть вероятность в этом. Поэтому вы тоже не можете знать на 100%, как и я. Возможно, он употребляет, но препараты, которые увеличивают массу, увеличивают в объемах и пампят мышцы, он на 100%, я могу сказать, не употребляет. Но если вы хотите добиться силовых показателей невероятных, то вам нужно все-таки употреблять какие-то стероиды, которые будут увеличивать вашу силу. Потому что просто так силу очень сложно развить, если вы обычный человек, не супермен, а у него очень даже суперменские способности. Это на что-то намекает. Короче, подозрения на стероиды есть, на какие-то особенные стероиды, которые увеличивают просто силу. Поэтому пишите в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я расследовал еще. И ставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, или это радио. Мне просто 46 лет, я уже не помню, куда я снимаюсь. Мне просто камеру поставили, и я снимаю. Вот. Подпишитесь куда-то там. Там говорят, колокол какой-то есть, колокол или как-то, вот. И он бринчит, говорят. Когда мои видео выходят, вы будете слышать, как в церкви, вот. Дун-дун-дун. Вот. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok